Здравствуйте, друзья! В преддверии розыгрыша котла КуперПро 22 от компании Теплодар. У нас совершенно случайным образом в нашем торговом зале оказался их ведущий инженер, который занимается разработкой как раз новых моделей котлов. Зовут его Сергей. Всем привет! И мы у Сергея сегодня постараемся выяснить некоторые вопросы, которые чаще всего нам задают зрители нашего канала, да и в принципе посетители нашего магазина. О правильности, точнее о правилах подбора котла. Давайте послушаем умного человека. Сереж, ну спасибо большое, что пришел к нам в магазин. Я знаю, конечно, что ты живешь недалеко и ты частый гость в нашем магазине. Сегодня я тебя немножко помучаю. Ну, конечно, в хорошем смысле слова. Смотри, котлов у нас представлено в магазинах очень-очень много. Конечно, один из приоритетных наших поставщиков – это компания Теплодар, потому что ваши котлы хорошо знакомы на рынке. Но, конечно, в принципе, котельная тема в России еще развивается. И поэтому те люди, которые переходят еще с печного отопления на отопление, так скажем, с помощью системы отопления, задаются вопросом, вот с чего начать. Вот что нужно для того, чтобы запустить полноценное отопление водяное в доме. Ну, изначально нужно подумать все-таки о топливе, какое будет использовать человек. Это будет дрова, уголь, возможно, это брикеты, может быть, это газ, либо пилеты автоматизировать как-то. Это первое. То есть у нас подбор все-таки котла. Далее мы определяемся с видом системы отопления. Это будет либо гравитационная система отопления, то есть естественная циркуляция, либо это принудительная циркуляция с использованием циркуляционного насоса. Ну, а дальше уже выбирать все элементы, которые необходимы для конкретной системы. Ну, смотри, ну, допустим, мы берем Купер. По умолчанию Купер это котел, который вот распаковал, грубо говоря, включил в систему отопления. Он работает либо на дровах, либо на угле. Ну, чаще всего. Допустим, что с типом топлива мы определились. Дрова, уголь, то есть твердое топливо. Далее. Ну, понятно, да, правило подбора котла по мощности это 10 кВт на 1 квадратный метр. При условии, что дом хорошо теплоизолированный, высота потолка примерно 2,7. Здесь все как бы понятно. Но дальше, вот ты сказал, гравитационная система отопления, это, ну, по сути, Ленинградка. Хорошо всем знакомо. Это когда толстенные трубы идут... Да, под определенным углом, по всему дому. Да, это как бы такая рабочая схема. Она применяется там с незапамятных времен. Это уже скорее анахронизм, да, какой-то, нежели какая-то современная система отопления. Но, тем не менее, люди и пользуются. А вот второй тип систем, это с принудительной циркуляцией. Все верно. Вот, какие они бывают? Они как-то тоже классифицируются наверняка? Ну, естественно... Ну, естественно, это либо открытая будет система, либо закрытая система отопления. И тоже у них есть нюансы и свои как плюсы, так и минусы. То есть, если мы берем с принудительной циркуляцией и открытая система отопления, ну, то есть, у них есть момент, что у нас расширительный бак открытого типа устанавливается где-то в самой высокой точке. У нас есть контакт с атмосферой, то есть, это нехорошо для всей системы отопления и для котла в частности. То есть, это окисление кислорода и, соответственно, ржавение всей системы. Также, как правило, нужно следить за объемом теплоносителя в системе, потому что все равно она открытая где-то там. И также момент, что все равно что-то у вас где-то под потолком, какая-то емкость, которая выхолаживает систему. Тоже есть нюансы. То есть, там потери тепла идут такие солидные. С этим понятно. А система с принудительной циркуляцией, понятно, что она тоже наверняка может быть открытая. Ну да, да. То есть, она либо открытая, либо закрытая. Вот. Смотри. Я тебя сейчас плавно подведу к одному важному моменту. Может ли быть давление в системе атмосфер, в системе отопления, вот в обычной Ленинградке, да, вот одноэтажный дом, у него расширительный бак стоит наверху, на чердаке там, грубо говоря. Рабочее давление какое при этом у котла будет? Ну, там около одного бара максимум. То есть, одна атмосфера, по сути, да? Хорошо. Ну, то есть, там вопрос просто гравитации. Как высоко вы подняли свой бак расширительный? Понятно. Ну, соответственно, один бар – это высота 10 метров. Ну да. То есть, если туда поднять, то не леса. Смотри. А вот закрытая система отопления с принудительной циркуляцией. Многие, кто мало-мало сталкиваются с подбором котла, где-то у кого-то услышал, что чем больше рабочее давление котла, тем якобы лучше, тем он безопаснее, надежнее и так далее и тому подобное. Но в каких случаях в системе отопления возникает большое давление? Ну, здесь либо это очень высокое здание, либо уже у клиента, скорее всего, ну, то есть, у хозяина этого дома, у хозяина котла какая-то аварийная ситуация. То есть, либо не сработала группа безопасности в закрытой системе, в открытой системе такого, в принципе, не может быть, потому что оно всё будет давить в открытый расширительный бак, там всё просто начнёт кипеть, бурлить и всё. Как бы проблем нет. А вот в закрытой системе это, как правило, либо у нас проблема с группой безопасности, либо какой-то запорный элемент перекрыт, его забыли открыть. Ну, это ведёт к закипанию котла и, соответственно, росту давления. То есть, в обычных бытовых условиях, когда котёл работает в штатном режиме, допустим, двухэтажный дом площадью 200 квадратов, давление выше 1,5-2 атмосфер может в рабочее давление быть? В рабочем давлении нет, в нём даже смысла нет. То есть, рабочее давление – это где-то 1 атмосфера-1,5-1,8. Вот так вот. Ну, это прям максимум, который может быть. Вот этот запас, как говорят, до 3 атмосфер – ну, это просто какая-то, возможно, безопасность. Но если мы поставим группу безопасности на 2 бара, то она сработает на 2, и всё будет так же, всё хорошо, спокойно. То есть, скорее, вот эта вот фишка многих производителей – у нас котёл до 3 атмосфер – это такой необходимый маркетинговый ход. Больше – да. То есть, особой необходимости в этом нет. То есть, понятно, что, ну, допустим, котлы Купер, они работают, опять же, там до 3 атмосфер, но обычно это тоже где-то около 1,5, и при этом вы рекомендуете группу безопасности с брасник ставить на сколько? Ну, если это берём обычную линейку ОК или практик, допустим, это 2,5 бара. Если линейки Купер Про, Эксперт, там уже 3 бара. По сути, давление в системе не может быть больше, чем, собственно, та цифра, на которую рассчитана группа безопасности. Да, конечно. То есть, один из главных, наверное, элементов, ну, естественно, важнейших элементов системы отопления – это сама группа безопасности, которая отвечает за правильную работу всей системы. И, опять же, отвечает за целостность системы и за целостность самого твердотопленного котла. Конечно, всем охота сэкономить, да? Ну, не всем, конечно. Но в тех случаях, когда клиент приходит, говорит, вот мне нужно там котёл, хорошо, я беру нормальный по всем параметрам, но система отопления у меня будет вот таких вот труб и 7-8 небольших радиаторов. Чем такая система отопления грозит человеку? Точнее, может ли она вообще функционировать? Она будет функционировать правильно, пока работает котёл. Соответственно, и в принципе у нас подбор котла к системе отопления, также к системе отопления относительно котла, они друг от друга зависят. То есть, мы рекомендуем подбирать объём теплоносителя, который должен быть в системе, в зависимости на 1 кВт мощности котла от 10 до 30 литров теплоносителя должно быть. Это помимо того теплоносителя, который находится в рубашке котла? Либо вместе? Суммарно. Соответственно, если мы говорим о вот такой вот трубе и нескольких радиаторов, мы понимаем, что там несколько десятков литров теплоносителя, и, соответственно, пока работает котёл, он прогревает вот эти вот какие-то там 50 литров теплоносителя, потом он перестаёт работать, у нас дома холодно. Соответственно, появляется... Ну, сейчас, естественно, если принудительная циркуляция, то люди используют вот эти вот тоненькие трубы, но нужно понимать, что этот теплоноситель нужно добавлять, как-то компенсировать. То есть, это может быть либо какой-то объём, ну, как у нас, допустим, мы продаём ЕГЭР, емкостной гидравлический разделитель. Ну, буферная ёмкость, большая буферная ёмкость. Ну, нет, ЕГЭР – это не просто буферная ёмкость. То есть, возможно, поставить либо какой-то теплонакопитель, теплоакоммуниатор, буферную ёмкость, либо ЕГЭР, который совмещает в себе как буферную ёмкость, как теплонакопители, как элемент, куда мы скидываем всю инерционную вот эту вот составляющую котла, то есть, в момент растопки и так далее, в какие-то экстренные моменты. У нас избыточная мощность котла, мы её сбрасываем сюда, в эту ЕГЭР, в эту ёмкость, а дальше она, нагретый теплоноситель, расходится уже по всей системе отопления. То есть, гидроразделитель, он выполняет две функции. Это первая, но, наверное, не основная, как раз буферная ёмкость с большим количеством теплоносителя, там от 100, от 120, по-моему. Да, от 120 до 400 литров. Вот. И вторая, главное, это он выполняет роль гидрострелки, которая гасит вот эти вот гидравлические удары, которые неизбежно будут появляться при работе котла на твёрдом топливе. Да, в любом случае. То есть, если зашарашили сразу туда топливо, разом разожгли, трубы у нас тонкие, естественно, вода, либо там антифриз в самом котле, он начинает закипать. Да, естественно. Но если это просто пропиленовая труба, её сразу порвёт, и всё, будут проблемы уже с системой. А если в систему отопления включен гидравлический разделитель, то, собственно, он гасит эти удары и принимает вот этот вот первичный нагрев котла на себя. И уже постепенно потом в систему отопления будет передавать тепло. Основной вид топлива всё-таки дрова и уголь, но про электричество народ тоже не забывает. Я знаю, что все ваши котлы практически, они комплектуются блоком ТЭНа. И понятно, что там 6-9 киловатт, то есть для полноценного отопления больших домов его недостаточно. Но, в принципе, правильно ли рассматривать вот этот блок ТЭН, который встаёт в котёл по умолчанию, в качестве основного источника тепла? Нет, конечно. Это больше источник для поддержания системы отопления. Либо он может на низких температурах поддерживать стабильную температуру теплоносителя, чтобы не перемёрзла, допустим, система в отсутствии хозяина этого дома. Ну, конечно, если рассмотреть совсем маленький дом, маленький котёл и 6-9 киловатт мощности этого ТЭНа, конечно, не способны обогреть это помещение сами по себе, но мы не позиционируем этот блок ТЭН как самодостаточный. То есть всё равно у нас твёрдое топливо, это во главе. Смотри, понятно, что есть штатный блок ТЭН. Один из наших зрителей оставил комментарий к ролику о работе котла Купер. Что будет, если вместо штатного ТЭНа на 6 или на 9 киловатт воткнуть ТЭН на 15 киловатт? Можно ли в этом случае отапливать дом площадью 150 квадратных метров? Здесь вопрос того, что он физически туда не сможет поместиться, это первое. Потому что всё-таки мощность блока ТЭН зависит от длины нагреваемого элемента. В какую бы спираль его там не заворачивали, то скорее всего он туда не поместится. В этот размер он просто не поместится, конечно. Ну и нужно понимать, что это колоссальная нагрузка на электросеть, то есть 15 киловатт должно быть выделено под этот дом. Только на работу котла. Да, то есть если ещё включить чайник, там будут скорее всего какие-то проблемы. В общем, лучше всё-таки использовать котёл по прямому назначению для работы на основном типе топлива, на которое он рассчитан. Будь то там, допустим, это дровяной, угольный, газовый, электрический котёл. То есть все они по умолчанию должны работать на том типе топлива, на которое они рассчитаны. А что с регулировкой тяги? То есть по длительности горения я, когда работаю с нашими поставщиками, естественно, задаю всем вопросы, сколько ваш котёл проработает на одной закладке дров. С Купером мы уже вроде как разбирались, и Купер, и Купер Карба. Ну, конечно, любая автоматизация процесса, горение – это очень важная составляющая, потому что постоянно следить за динамикой нагрева теплоносителя – это очень сложно. Можно поставить, конечно, рядом кровать и крутить все ручки в ручном режиме, но элемент регулятора тяги, он, конечно, упрощает жизнь во много раз. То есть здесь у нас при правильной настройке регулятора возможно удлинить работу на одной загрузке топлива, ну, скажем, на треть. За счёт того, что у нас воздух будет подаваться только когда он необходим. То есть дозированно, да? Ну и, в принципе, сейчас можно уже рассматривать, помимо регулятора тяги, устройства, которые автоматизируют этот процесс. Ну, к примеру, мы запустили новый продукт – это комплект турбонаддува. У нас есть контроллер, который управляет полностью всем горением. У нас есть вентилятор, который устанавливается на любой из наших котлов. И он уже выполняет все эти функции. То есть дозированную подачу воздуха, контроль температуры теплоносителя. Также он может управлять циркуляционными насосами и температурой, если у вас есть бойлер косвенного нагрева. Крутая штука. Но наверняка она встаёт не на все котлы. Как раз таки она устанавливается на все котлы на место нашей подачи воздуха. Как раз вот на створочку. Если на котле есть подача воздуха, створочка, значит туда установится комплект турбонаддува. Ну, отлично. На сегодня я тебе задам ещё один последний вопрос, но очень-очень важный. Этот вопрос тоже часто всплывает, когда идёт речь о постройке системы отопления. Ведь система отопления, она не только ограничивается подбором котла, подбором количества радиаторов, труб и прочей запирающей арматуры, но ещё есть важный элемент – это дымоход. Да, конечно. Спрашивают, почему, зачем нам такой длинный дымоход? Можно поставить покороче и вроде как должно всё работать. Нет, здесь вопрос именно создания стабильной тяги. Ещё нужно разделять понятие котла, то есть его работы. Это сложный теплообменник, либо это шахтный тип котла. Там уже создание стабильной тяги – это основное. Регулировка подачи воздуха отходит на второстепенное, что если у вас не будет тяги, весь дым может пойти в помещение и привести… Ну, и надевать делом, да. Я правильно понимаю, допустим, Купер не самый сложный котёл, но очень прост в эксплуатации, но в то же время есть там минимальная высота дымохода. Когда мне задают такие вопросы, я всегда отвечаю так, что котёл был спроектирован для работы в определённых условиях. И для работы корректной ему нужна вот эта необходимая высота дымохода, при котором его корректная работа будет гарантироваться производителем. Всё верно. Но есть, конечно, случаи, когда, допустим, такой простенький отопительный котёл может работать и при меньшей высоте дымохода. Но это, я так понимаю, риск самого потребителя. Да. Во многих руководствах, как и в нашем, прописаны те условия, допустим, высота от конька, угол, поката крыши, всё это, конечно, зависит от вашего дома. И, возможно, те рекомендованные 5-6 метров высоты от колосниковой решётки, они, возможно, будут недостаточны, так как бывают дома, построенные в лесной, допустим, части, где у вас много деревьев рядом, они влияют на тягу и необходимо наращивать дымоход. Либо какие-то ещё соседние постройки, они могут влиять на тягу и так далее. То есть нюансов очень много. То есть рекомендованное не значит, что это окончательная высота. То есть от 5 метров не означает, что вы можете ограничиться только 5 метров. Мы назвали минимум, который на наших испытаниях при проектировании котла этот минимум создавал именно те условия, при которых котёл работает хорошо. Друзья, мне кажется, мы подняли очень такую важную, интересную тему, для которой, наверное, мы сделаем ещё один обзор и обязательно пригласим экспертов, которые поучаствуют в этой дискуссии и, может быть, даже нам расскажут что-то интересное, то, чего мы с вами не знаем. Ну, Серёжа, на сегодня я, наверное, тебя отпускаю. Большое спасибо, что ты, так скажем, всколыхнул наши знания о системах отопления и, в принципе, какую-то основную информацию мы с тебя сняли. Но вопросов осталось ещё очень много. Поэтому давай-ка попрощаемся с тобой на сегодня. Но я думаю, что в ближайшем будущем мы тебя ещё помучаем. Да, без проблем. Я готов ответить на все вопросы. Вот так вот. Задавайте все вопросы нам. Задавайте вопросы к специалистам компании Теплодар, в частности, Розумовскому Сергею. И оставляйте свои комментарии под этим роликом. Мы постараемся найти правильные ответы на все ваши вопросы. Ну, а сегодня мы с вами прощаемся. До новых выпусков, до новых встреч. Всем пока.